Время подвести итоги дня и поговорить о самых интересных из них с авторитетными экспертами. Время подвести итоги дня и поговорить о самых интересных из них с авторитетными экспертами. Время подвести итоги дня и поговорить о самых интересных из них с авторитетными экспертами. Добрый вечер, дорогие телезрители. Конечно, в зимний период нужно гулять и обязательно на улице. Не надо водить своих детей в развлекательные центры, куда-то, где скучность людей и много магазинов, гипермаркетов. Надо гулять на свежем воздухе обязательно. Даже если минусовая температура, минус 10, дети должны гулять на улице. Гулять нужно отдаленно от детей, отдельно, особенно если ребенок маленький, новорожденный. Гулять нужно отдельно, чтобы рядом не было других детишек. Вот бывают в вашей практике такие ситуации, когда дома все здоровы, ребенка особенно никуда не выносили, только на улицу. А тем не менее у ребенка вирусное заболевание. Вот бывают такие случаи? Такие случаи бывают у меня на практике, потому что даже если ребенок никуда не ходит, все равно ходят родители. Другие детишки посещают образовательные учреждения. Мама выходит в магазин, покупает продукты, посещает супермаркет, аптеку. Возвращаясь домой, естественно, может быть, мама и помыла руки. Но очень часто бывает так, что мать отдает ребенку свой сотовый телефон, который также является источником инфекции. Приходя на вызов, очень часто я спрашиваю, кто-нибудь дома у вас болеет? Нет, никто не болеет. Тем не менее ребенок начинает заболевать. Может быть, мама уже находится в инкубационном периоде, но еще не болеет. Так как у ребенка иммунитет очень слабый, несовершенный, он заболевает раньше. И мама через некоторое время говорит, что, наоборот, ребенок заразил меня. Ребенок не может заражать никого, если он не посещает образовательные учреждения. Речь идет о каком возрасте? Вот до года, например. Ребенок до года, по идее, не должен болеть, так как он не имеет никаких контактов, не посещает образовательные учреждения. Очень часто бывает так, что, приходя к новорожденному ребенку, увидев там другого ребенка, двухлетнего, полуторагодовалого, я рекомендую не отдавать ребенка в детский сад. Но, вопреки моих предупреждениям, они также отдают в детский сад ребенка. Я об этом не узнаю, потому что сейчас существует очень много частных детских садов, куда не нужно оформлять ребенка в детский сад. Без оформления можно взять просто эпидемсправку и отдать ребенка в детский сад. И что еще мне не нравится, то что частные детские сады во время карантина не закрываются. Даже если в группе всего семь человек, все равно они друг друга заражают. Приходя домой, заражают других детей. Если карантин объявляется, нужно объявлять, я думаю, и для частных детских садов, и для государственных детских садов. Но вот у нас как-то были воспитатели из частного детского сада, они говорили, что у них очень строго в этом плане, что ну вот прям около входа и горла посмотрят, и не запускают таких детей, у кого немножечко уже есть какая-то симптоматика. Ну, хотелось бы отметить, что ребенок уже становится в последние дни инкубационного периода заразным. То есть никакой симптоматики еще нет, но за день до заболевания, когда даже ребенок, во-первых, он маленький, он не может сказать свою симптоматику. Может, он чихнул или есть першение в горле. Но этот ребенок не может нам до нас донести. И он является уже заразным. Такого ребенка могут принять в детский сад, так как первые сутки ребенок не сопит, горло не красное. Только на второй-третий день появляется вот эта вся симптоматика, сопельки. А порой даже, приводя ребенка в детский сад, мать говорит, что у ребенка только сопли. А как раз ребенок именно в этом периоде, когда он только чихает и появляются сопельки, он является самым заразным. Первые 3-4 дня и последние 2 дня инкубационного периода, они самые заразные. А уже когда появляется разрешающий кашель, то есть веткий кашель, он уже как раз не заразный. Бывает так, что опытные родители занимаются самолечением. И так как в том году вылечили одного ребенка, в этом году по этой же схеме лечат и второго ребенка. Вот как вы считаете, какие бывают самые такие частые ошибки, которые допускают родители в лечении детей? Ну, частые ошибки такие, что вирус сам по себе каждый год мутирует. И мы не можем предусмотреть, какие могут быть осложнения. Одно дело, если вирусная инфекция протекает легко, и никаких осложнений нет. И мама вовремя определит осложнения, которые надвигаются. Это какие симптомы? Одышка, высокая температура более 3 дней, вялость, признаки интоксикации. Ребенок лежит. То есть при обычном ОРЗ ребенок при 7,7-38 не будет лежать. Ребенок бегает, активный. Если вот на эти симптомы мама обратит внимание, то можно лечить. И то в первую очередь нужно обращаться к врачу. А вот вам как кажется, сегодня родители, ну, как бы серьезно относятся к этому? Или все-таки они могут заниматься самолечением? Или как только первый симптом, уже они звонят? Ну, есть такие мамы, которые в панике сразу бывают. Да, есть такие мамы, они, вот, насмотревшись телевидение, они, конечно, в этом году активизировались и чаще стали обращаться. И я думаю, что никто из родителей не занимается сейчас самолечением. Как не заболеть ребенку совсем зимой, только вакцинация? Значит, нужно проводить профилактику гриппа и начинать ее уже с ранней осени. То есть мы начинаем прививать детишек сентябрь, октябрь. Вот это период, когда производится вакцинация гриппом. Когда начинается эпидемия гриппа, мы уже не можем прививать, так как иммунитет уже вырабатывается за несколько, хотя бы за три недели, как до эпидемии гриппа, надо сделать вакцину. Сейчас мы вакцинируем детей очень хорошими вакцинами, инактивированными. Без осложнений? Без осложнений. Прививки можно делать детишкам с шести месяцев, ну и до 65 лет там, по показаниям. Если нет никаких противопоказаний, я думаю, нужно прививать всех детишек. Ваше личное, хочется узнать отношение к вакцинации. У меня положительное отношение к вакцинации. Осложнений, на моем опыте, еще не было от вакцины. Прививать нужно ежегодно, так как иммунитет вырабатывается на шесть месяцев, от шести месяцев до двенадцати месяцев. Некоторые мамы, значит, они, привив своего ребенка, потом обращают внимание, что они все равно болеют. Но они болеют не гриппом, они болеют ОРЗ. Грипп протекает другими симптомами. Это тяжелые формы, с осложнениями. И прививать детишек обязательно нужно. Спасибо. Зарифа, к вам перейдем. Ваше отношение к вакцинации. Взрослые должны... Ну вот смотрите, мое отношение. Вообще вопрос до сих пор очень дискутабельный. Спорят такие светилы-звезды, что мы рядом с ними, ну просто. Но если говорить свое собственное мнение, то отношение, в общем, такое избирательное. Не ко всем вакцинам. Ну, по отношению... Есть категория, я не говорю о профессиональной необходимости. То есть есть категория врачей, вакцинация которых обязательно. То есть здесь даже не обсуждается, поскольку врач, оказывая помощь пациенту, является основным источником инфицирования. И если он не будет привит, то, естественно, он создает опасность пациенту. Тут даже не спрашивается. И единственный медотвод в этом случае только аллергическая непереносимость. То есть вплоть до анафилактической реакции на ту или иную вакцину. Ну, к примеру, вакцина гепатита B. Обязательная. Вакцинация в период гриппа. Тоже одна из обязательных. Но не знаю, возможно, у детей идет какая-то очищенная, ослабленная вакцина. Тоже медицинское сообщество по-разному реагирует. Некоторые доктора даже после вакцинации умудрились заболеть. Возможно, это была какая-то индивидуальная реакция на вакцину. Поэтому вот категорично сказать, все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. И говорить, что вот тебе 100% надо привиться, ну, никто не возьмет на себя такую вот ответственность. Как сегодня обстоят дела в Республиканской клинической больнице? Эпидемия вообще сбавила свои обороты у вас? Тоже был карантин? Да. Да. Сбавила? Ну, сказать, что сбавила, пока трудно. Пока только закончились карантинные вот эти периоды, карантина. И разрешен доступ посетителей, да, в определенные часы. Ну, во-первых, что я хотела бы сказать. Ни один главный врач не меняет режим работы своего лечебного учреждения просто так, сам по себе. Каждый шаг главного врача регламентирован какими-то нормативными актами. Это и приказами здрава, это постановление главного санитарного врача. И, естественно, для того, когда был объявлен карантин, главные врачи получили приказ Министерства здравоохранения обеспечить карантин. Что значит карантин? Это закрыть доступ посетителей в лечебное учреждение. А давайте посмотрим это видео, которое вот в социальных сетях сейчас. Что происходит, я попрошу вас прокомментировать. Это вот РКБ, да, около входа? Это центральный вход Республиканской клинической больницы. Народ возмущается буквально. Откуда заходят, да, посетители. Ну, во-первых, народ возмущается тем, что их не запускают на посещение. Ну, хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на сумки. Видите, какие тяжелые сумки. Это все продукты питания. Причем продукты питания, часть из которых, ну, вот явно видно, что они в нарушении того порядка, который определен. Не каждый продукт может быть пропущен в лечебное учреждение. Как-то с кухней все плохо, я не понимала, почему так. Нет, у нас, кстати, с питанием все прекрасно. Значит, трехразовое питание в соответствии с нормативами. Ежедневно контролируется рацион, калорийность этого рациона. Питание соответствует тому лечебному режиму, который должен получать пациент. То есть у нефрологии один стол лечебный, у гастроэнтеролога в другой, у пульмонолога в третий. Но у нас что получается? Когда пациент госпитализируется в любое лечебное учреждение, он расписывается, где соглашается с тем режимом, который определен в данном конкретном учреждении. Что случилось в РКБ? То есть люди за многие годы привыкли к тому, что у них был безграничный доступ в лечебное учреждение. Были определенные для этого предпосылки, предпосылки, что ли, определенная необходимость. Дефицит медикаментов, когда срочно надо было что-то передать. Но опять же, таки, тоже раньше, ну очень там лет, не знаю сколько, 10 назад, и кормили как-то не очень, и вот носили с дома, и супчики носили. Сейчас, по мне, мне кажется, все как-то достаточно. Вот именно рассчитано так, как должно быть, да. Пропускаются фрукты, пропускаются кисломолочные, свежие продукты. Если у пациента сахарный диабет, который должен соблюдать какую-то свою определенную диету, тоже пропускается. Ну как вы все представляете, если, ну вот такие даже примеры бывают, ну я понимаю, это Осетия, хотят выразить какое-то соболезнование. Пациент режет в реанимации. Специально обустроили для них холл, поставили там скамеечки. И тут же пришли сделать, ну, посочувствовать, поддержать, да, и режутся фочины. Запах стоит неимоверный. Там все это разливается, бьется. Ну, то есть это просто надо видеть, что происходит. Вы знаете, очень часто мы ругаем правительство, мы ругаем чиновников, руководство, мы ругаем всех. Особенно это сейчас наблюдается в социальных сетях. Но о своей культуре поведения мы не задумываемся. Абсолютно. Мне кажется, что вот я бы хотела, чтобы вы сейчас просто так вот, знаете, объяснили доступно, чем чревато, что люди не смотрят на карантин и хотят пройти к больному. Ну, во-первых, все пациенты, чем бы он ни болел, однозначно в этот момент страдают сниженым иммунитетом. Любой посетитель, будь то носитель, будь то слегка больной, как он говорит, я здоровый, там, ну, подумаешь, чуть-чуть чихнул, он является источником инфицированного для этого конкретного пациента. Это, во-первых. Палаты у нас в некоторых отделениях четырех-пяти местные. Вот. По цепочке всех и заражают. Конечно. Поэтому, ну, это просто недопустимо. Особенно если это неврологическое отделение, где лежачие больные, да, и так у них склонность к застойной пневмонии. И тут еще вирус присоединился. Это однозначно летальный исход. То есть этого пациента не спасти никак. И вот они это не понимают. Сегодня у меня, ну, все обижаются. Родильница вылезла в окно, кормящая мама, разговаривает на холод со своей подругой. И как очень радуются, да, встречи. Ну, зачем? То есть она заразит ее, та заразит ребенка, лактация нарушится, а вроде хотелось сделать приятное дело. Но это неправильно. Не видят этого пациенты. Спасибо вам большое. Я думала, что сегодня все думают, что так как есть интернет, мы все очень много знаем, но, наверное, и немного прислушиваться нужно к специалистам. Прислушиваться надо к вашим рекомендациям. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Желаем вам удачи. Всегда рады вам здесь, в нашей студии. Спасибо. Вам всего хорошего. Это вечерняя смена. Мы в прямом эфире продолжаем. Представители альтернативной медицины считают, что работая с душой, можно вылечить и тело. То, что искусство лечит душу, известно давно. Главное, чтобы творчество было настоящим. В научной библиотеке запустился проект «Культпросвет». В нем принимают участие музыканты, писатели, режиссеры, артисты. Словом, те, с кем можно и нужно говорить о творчестве, о культуре. Сегодня в нашей студии куратор проекта «Культпросвет» Людмила Тандуева и режиссер Заурбек Багиев. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер. Людмила, ну, к вам сразу обращусь. 20 февраля пройдет уже третья ваша встреча. Да, верно. Это будет третья встреча в рамках проекта «Культпросвет». Вообще, что такое «Культпросвет»? Это встреча с интересным человеком в виде интересного человека, можно сравнить с хорошей книгой. Когда ты листаешь книгу, ты узнаешь что-то новое о событиях, героях. Точно так же встреча с интересным человеком помогает узнавать что-то интересное о данном человеке. Я бы даже сказала, учишься у него. У книги тоже можно, у писателя можно многому научиться. Верно. И к тому же наша основная цель в аудитории – это подростки. А им очень, для них очень важно проводить такие встречи с такими людьми. Как этот проект создавался, ну, с какой целью, понятно, да. А вот как он, почему, как родился этот проект? Вообще, у нас много было таких творческих встреч, и вот решили это все объединить, чтобы это было связано и с литературой, и с музыкой, и с художниками, и с юриспруденцией. Все, что можно охватить, все, что интересно в данное время, это мы и попытались охватить. А как вы подбираете тему и профессиональных представителей того или иного направления? Ну, мы… Ну, то есть вот певцов у нас очень много. Кого именно вы приглашаете? Мы приглашаем очень разноплановых артистов. Например, на нашей последней встрече «Музыка между нами» были как народные артисты республики, так и начинающие музыканты. Кто это, например? Ну, это Эдуард Дауров из начинающих музыкантов. Это Рамазан Кураев, группа Iron Surf, Мария Парсиев, очень талантливая девочка тоже. У нас есть даже такие фотографии с ваших встреч, попрошу режиссера их показать. Заурбек, как бы в следующей встрече вы принимаете участие, да? Как тема называется вашу, которую вы представите зрителям? 20 февраля. Это я… Да? Правильно? Да, верно. Заурбек, вы растерялись? Нет, я не растерялся, мне просто сказали, что я буду представлять… Ну, свой фильм после… Так, ну и рассказывайте, да. Что хочется, чем хочется поделиться со слушателями? Да, ничем, просто… Когда фильм снимался, я хотел, чтобы каким-то образом нравственный уровень нашего народа чуть-чуть улучшить, какое-то его положение. Только этим… А так, чтобы… Чем я могу делиться? Я снял, вам судить уже. А как получилось? Вы, как режиссер, наверняка захотите поговорить о наболевшем, о том… Ну, неужели не беспокоит ничего сегодня в нашей кинематографии? В кинематографии еще как, еще как. Поэтому и, собственно говоря, и снимал, поэтому и делал все эти вещи. В кинематографии у нас, на мой взгляд, я еще раз говорю, это мой взгляд, очень катастрофическое положение сейчас. О российском кино говорим? Нет. Российское кино на подъеме, оно поднимается, потихонечку появляются режиссеры. Все-таки у них, как сказать… Но все равно как-то безуспешно мы продолжаем соперничать. Возможности у них гораздо шире, чем у нас. Дело в том, что у нас нет такой целенаправленной задачи, чтобы развивать наш кинематограф. Мы как будто на остаточном… По остаточному принципу. По принципу, да. А так никогда не получится. Если мы не перейдем на профессиональные темы, на профессиональный уровень, то мы будем всегда за счет качества производить то, чего не нужно производить. И вот этот фильм тоже… Это короткий метр? Что? Короткометражка. Да, но это вообще-то не короткометражка. Это трилогия должна была быть. А так как частное спонсорство было, оно потом прекратилось. И еще две новеллы остались не сняты. А так это полнометражный художественный фильм. Ну и он тоже был снят не до конца. И тоже смонтирован из-за того, что финансовая составляющая не позволяла. И всегда финансовая составляющая, если она меньше, чем нужно, она идет в ущерб качеству. Ну, соответственно, то есть вопрос стоял так. Если… Или снимать так, как есть, или вообще не будешь снимать. И вот, например, нормальная работа в кино, одну сцену, ну максимум две сцены за один съемочный день. Мы умудрились 13 или 14 сцен воткнуть, сунуть в два съемочных дня. Понимаете, при таком положении дел ничего порядочного мы, конечно, снять не можем. А как вы сами оцениваете свою работу? Посредственно. Я бы мог гораздо лучше работать и гораздо лучше. Я вижу, что я мог бы сделать гораздо лучше. Что мешает? Все то же самое. Только финансы? Только финансы. Ума и таланта у нас хватает. Не только у меня, вообще у нашего народа. Я думаю, там и за актеров, если говорить, и за все остальное, у нас всего хватает. Мы только, мне кажется, самая главная ошибка, которую мы производим, астины, мы очень практичны, чрезмерно практичны. И тем вещам, которые нельзя почувствовать, попробовать, мы не придаем значения. А ведь идея, идеология – это основа, основа бытия. А вот этому мы не придаем значения. А идеологию в сегодняшний момент мы можем передать только через видеоряд. Видеоряд – это единственный инструмент, который сейчас может влиять на массу. Мы хотим исправить людей, мы хотим, чтобы мы стали лучше, нравственнее, но при этом главному инструменту не придаем никакого значения. То есть, как бороться сегодня с дилетантством? Вот вы как считаете, на каком уровне у нас сегодня кино? Потому что сейчас народ… Знаете, вы говорите про видео, но сейчас можно снять маленький видеоролик на телефон. И он будет популярнее, наверное, какого-то художественного фильма. Почему? Ну, это же не говорит о том, что можно, конечно, снять и на телефон. Но это же не говорит о том, что это действительно произойдет какое-то впечатление. Производит, люди смотрят, пересылают друг к другу. Вот я всегда в таком случае привожу в предуэт тату. Знаете, да? Очень популярен. Помните, как он популярен был? Но, к сожалению, мы должны развивать не просто популярность, а вкус. Как прививать вкус? Если у людей, которые хотят снимать кино, у них нет денег. Какой еще выход? А денег? Так надо сначала деньги. Надо найти талантливых людей, не только тех, которые хотят, а те, которые могут. И, как правило, знаете, не всегда те, кто могут, они находятся там, где можно это делать. И вот если, например, вся моя киносъемочная группа… Что мешает появиться там, где можно это делать? Долго объясняют. Знаете, как ситуация у нас сейчас и в культуре, и в искусстве, ну, везде. У нас не стоят у руля те, кто может. Вот, знаете, здесь не совсем соглашусь с вами. Мне кажется, стоят у руля те, кто могут. Вот, не знаю, в чем проблема. Человек, если талантлив, если он может преподнести, да, донести свою идею, ему есть о чем рассказать. Неужели двери закрыты? Закрыты. Денег нет. И в Министерстве культуры денег тоже нет. Я два раза был там. Два раза разговаривал с министром культуры. Никак не помогли. Я еще раз говорю, пока мы не нашли частного спонсора, где-то в России, ну, Остина, Хугаев, пока мы его не нашли, ничего с места не двигается. Людмила, а о чем еще будет вот эта встреча? Кто еще будет принимать участие в этой третьей встрече? И какие вообще планы у вас у этого проекта? Кто будет дальше? Ну, можно так немножечко предварить. Мы пригласили режиссера, сценариста, актеров. Именно по фильму, да? Да. Название фильма, напомните. Кровник. Курчин. Пригласили еще и актеров данного фильма. Планы какие в дальнейшем? Предпоследняя наша встреча была в рамках проекта «Кует просвета» тоже. Громкие чтения Нарцкого эпоса с Петром Кузьмичем Кузаевым. И вот мы хотим в скором времени продолжить эту встречу тоже. Это будет вторая, хоть и вторая встреча в данной тематике, но на первой встрече мы как бы обговаривали в общем Нарцкий эпос. А вот сейчас мы уже начнем читать именно. И, конечно, каждый, кто хочет, пусть и приходит к нам. Мы всех ждем. Как узнавать? Как узнавать об этих встречах? На нашем сайте и в Инстаграме, на нашей странице NNB15. Спасибо большое. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Я благодарю вас за внимание к нашей программе. Спасибо за вашу работу, спасибо за творчество. Ну что, вдохновение вам, работы, финансов, и чтобы у нас было новое кино. Спасибо вам. Спасибо. Это все на сегодня. Встретимся с вами, как обычно, завтра на нашем канале. Программа «Вечерняя смена» на Остинском языке. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!